Меня зовут Асель Баймуканова. Я родилась в Восточно-Казахстанской области в селе Урнхайка. Я по профессии эколог. Моя семья состоит из четырех человек. У меня отец, с которым я работаю, он ихтеолог. Мама, она учительница русского языка и литературы, а сестра, она гидробиолог. Для меня послужил особым примером, это мой отец, он ихтеолог. Он работал также в Аркокольском заповеднике. И я часто наблюдала, как он уезжал на объезд в озеро. И мне казалось, что он занимается чем-то очень важным, потому что находиться где-то в озере и исследовать для меня было целым приключением. Детство моё было очень счастливым. У меня была возможность бегать по горам, у меня была возможность выходить к озеру, наслаждаться закатами и рассветами. Для меня казалось, что это всё нерушимо. Именно к осознанию хрупкости природы меня подтолкнуло именно то, что я жила в таком месте, где любой звук мог потревожить какого-то животного, и я это всё видела. Мой отец давно занимался исследованиями Каспийского тюленя. Он был участником международной группы по исследованию Каспийского тюленя. И поэтому то, что я оказалась рядом с тюленями, это не только моё желание, но в чём-то и его заслуга. Я на самом деле училась по профессии филолога и никогда бы не подумала, что в будущем я буду заниматься исследованиями Каспийского тюленя. Я училась в Казахском национальном университете имени Аль-Фараби и через 8 лет после окончания поступила в тот же университет, в магистратуру по специальности экология. Наверное, для меня большим толчком для того, чтобы понять, что я этим действительно хочу заниматься, это вот моя диссертация, которую я написала. И я горжусь, что там 120 страниц. Но когда ты видишь именно работу, именно результат свой, то тогда ты понимаешь, что вот, наверное, всё это правильно делаешь. Для того, чтобы добиться сохранения какого-либо вида, нужна общественная огласка. Поэтому я стала больше участвовать в разных мероприятиях, в разных проектах, постоянно говорить о том, что нужно сохранить тюленя вообще со всех площад. Для меня, на самом деле, было очень неожиданным. В 2019 году я, помню, приехала из Астаны, у меня были встречи и выступления, и мне звонит девушка Бибикуль. Она сказала, здравствуйте, я хотела бы вам лично сообщить, что вы стали победительницей 100 новых лиц Казахстана. Одной из победительниц. Для меня это было действительно шоком, потому что я даже не знала, что я участвую. Действительно, за несколько лет обо мне и о нашей работе многие узнали и также узнали о тюленях, что очень радует. Мне кажется, что даже не хватит эфирного времени, чтобы перечислить всех тех людей, которые помогают и поддерживают Каспийского тюленя и нас. Огромную поддержку я получаю от своей семьи. Я очень благодарна им, что они дали мне такое воспитание и такой рост, что они показали мне, как любить природу, что они научили вообще любить. И всем им я очень благодарна. Я считаю, что мы, как поколение своего времени, должны заботиться о природе и должны заботиться о тех людях, которые будут жить после нас. И также вот у нас очень много краснокнижных видов, которым требуется внимание. И Каспийских тюленей в их числе. И в завершение хотелось бы сказать, что нужно беречь нашу природу. Ведь это наш общий дом. Субтитры создавал DimaTorzok